Один мой друг рассказал мне историю, что он так мечтал о отпуске, о том, чтобы бросить все и уехать и получить удовольствие от жизни. Но когда он уехал туда, через какое-то время он опять ощутил стресс. Мне стало интересно, как же избавиться от стресса в своей жизни? Можно ли снизить уровень стресса в своей жизни? С этим вопросом я приду к своей традиционной гостю Алунике Добровольской. Добрый вечер. Добрый вечер, Женя. Как избавиться от стресса в своей жизни? Неправильная формулировка, сразу ее нужно забыть. Вернее, как избавиться от стресса в своей жизни? Можно мы все однажды это сделаем, и над нами будут петь грустные люди. Вот в тот момент мы избавимся от стрессов в своей жизни. Во всех других случаях это необходимая составляющая жизни. Я сейчас, может быть, многим открою секрет, но ты знаешь, я в предвкушении. Вот смотри, что такое на самом деле стресс? Многие люди думают, что стрессом являются внешние факторы. Что-то случилось, стресс на меня давит, на меня давит стресс, на меня начальник кричит. Начальник – это стресс. Свекровь на меня злая, свекровь – это стресс. Дети ругаются, дети – это стресс. Нет, стресс – это не то, что происходит, а то, как ты на это реагируешь. Это очень важно понять. Стрессом является то, как ты на это реагируешь. То есть, чтобы не растекаться мыслью по древу, берем двои, два человека. У одного, значит, ну, не дай, господи боже, дом сгорел, он говорит, ну, отлично, начало нового, да. У второго – это возможность на 10 лет уйти в депрессию, в запой и так далее, да. То есть, реакции разные. Еще раз повторяю, стрессом является реакция. Стрессом является реакция. А вот то, как мы реагируем на стрессовые ситуации, является в том числе, в некотором смысле, врожденным нашим качеством. Ты знаешь, вот, конечно же, твоя жизнь тоже полна стрессов. Но давай поговорим вот о чем. Дело не в том, как избавиться от стрессов, а в том, как научиться на них реагировать или с ними справляться. То есть, знаешь, вот, когда говорят о стрессоустойчивом поведении, есть два вида реакции, которая, еще раз повторяю, врожденной является. Она зависит от того, как устроена наша симпатическая нервная система. Первый вид реакции – это замереть и терпеть. Ну, такой, знаешь, реакция на стресс а-ля терпила. Очень такая. Замереть и терпеть. Второй тип реакции на стресс – это начать метаться. Что делать? То есть, вот это вот, типа, может это, может это, может это, может это, может это. Типа, вот, как-то сбивать сметанку, да, в кувшине, там, получится масло. И я тебе скажу, что если человеку свойственна первая реакция, его переучить практически невозможно. И первая, и вторая, они являются нормальными реакциями на стресс. Но интересно даже не это, а вот что. По сути, когда происходит некий стресс у нас, да, ну, скажем, некое событие, на которое мы реагируем стрессом. Согласна ли ты со мной, что это что-то из разряда «я этого боюсь». Да, конечно. То есть, стрессом является что-то, что включает в нас эмоцию страха или гнева, и что-то, что является новым, потому что, между прочим, любое новое является стрессом для организма. Это надо понимать. И многие люди не понимают этого, они думают, что стресс – это только что-то, что дергает в лимбической системе их эмоцию страха или гнева. Нет, начало учебного года для ребенка – стресс. Для женщины брак – это стресс, переезд на новую квартиру – стресс, путешествие – стресс. По сути, любая ситуация, в которой организму нужно приспособиться к новым условиям среды, является стрессом. Мы уже говорили с тобой в одной из передач, что, по сути, наш мозг за 50 тысяч лет не изменился. И скажи, пожалуйста, согласна ли ты, что там 50 тысяч лет назад, да что там 50, возьмем недавний период каких-то 10 тысяч лет назад, да, человеку не было свойственно такие резкие изменения окружающего фона, да, то есть он жил все время в какой-то среде. Хотя стресс был все равно. Какого рода? Ну, а войны? Опять же, но так называемые новизны было меньше, понимаешь, новизны было меньше. У нас сейчас больше новизны, и поэтому у нас больше стресса, действительно. Вот, и поэтому, еще раз повторяю, да, вот чем больше у нас новизны, тем больше стресса получает организм, ему надо приспособиться. Но знаешь вот, что действительно будет новостью для многих? Так, стресс надо искать, я сейчас докажу это. Стресс надо искать, надо реально устраивать себе стресс, выводить себя из зоны комфорта, это крайне полезно. Сейчас объясню. Вот, ты знаешь, я, например, никогда не прыгала с тарзанки, или никогда не гоняла на байке, или никогда, например, допустим, не прыгала с парашютой. Не знаю, делала ли ты это. На байке, да, парашют нет, тарзанка нет. А, да, ну, скажем так, ты знаешь людей, которые действительно стремятся к этому, да? Конечно, конечно. Да, и ты знаешь, ошибочно их называют адреналиновыми наркоманами. Это ложь, это ложь, потому что они не адреналиновые наркоманы, они на самом деле эндорфиновые наркоманы, я сейчас объясню. Когда человек делает что-то, что трогает его страх, мозг, который, как мы уже договорились, дурак, он думает так, хозяин делает что-то, что трогает страх. Ага, а у нас как запрограммировано, так-так-так, если страх, то хозяину угрожает опасность. Ага, опасность. Опасность в этом мире связана с тем, что у нее сейчас голову поотрывают, ручки поотрывают, сейчас что-то у него кишки повылазят, так-так, надо быстренько выбросить огромную дозу эндорфина и серотонина, чтобы на всякий случай хозяин перенес болевой шок. Потому что как бы по-другому же нет и мозг в ситуации, когда хозяин устраивает себе что-то, где он боится, мозг думает так, мне надо позаботиться об этом физическом теле, потому что меня на эту работу поставили. И выбрасывает огромную дозу эндорфина, которая депуется и которая поступит в кровь только тогда, когда мозг получит сигнал фух, все. То есть, я сложно объяснила, мне очень хочется донести это. И когда у человека, человек, значит, устроил себе что-то, чего он боится, до чего далеко ходить, какие парашюты, какие байки, экзамен, да, или разговор с начальником о повышении оклада, или сказать мужу, все, заколебал, там, и так далее, да, там. И когда ты что-то такое делаешь, ну, я просто основная категория женщины, вот я там для женщины, когда ты что-то такое делаешь, мозг же не знает, что на самом деле тебе физическая опасность не угрожает. Он же был запрограммирован тогда, и он думает, так, так, на всякий случай, вдруг хозяйке будет болевой шок, связанный с нарушением целостности физического тела, выбрасываем. И когда все это происходит, хозяйка вдруг начинает испытывать такую эйфорию, ей так классно, где-то еще сутки. Потому что на самом деле эндорфин является нашим личным аналогом, простите, вдруг кого-то пугают такие слова, героины, то есть наш личный героин, у нас такая маленькая героиновая фабрика внутри. И вот этот эндорфин, который наше тело получает, оно дает вот это ощущение счастья еще сутки-полторы. То есть вывод делаем, да, вывод, если ты себя не заводишь в стресс, и няшек тебе тоже не будет. А что же делать с моим другом? Что ему можно посоветовать? Чтобы он выводил себя из зоны комфорта. Понимаешь? То есть смотри, вот человек, например, в какой-то момент, когда у него очень много таких стрессов, и вот, кстати, это тоже очень важно. Смотри, вот человек заводит себя в эту ситуацию, когда у него какой-то стресс, и после того, когда это миновало, он чувствует облегчение, связанное с тем, что выбросился там гормон этот счастья. Ему кайфово, он думает, блин, как классно и так далее. Многие люди не умеют этим пользоваться, и то пойдут и ложатся спать. И просыпают все самое интересное, понимаешь? Когда у них тело наполнено фактически собственным гормоном счастья. Так ослабление же. Да, понимаешь? Вот. А вместо этого на этом можно много чего интересного сделать, там, получить удовольствие от жизни и так далее. То есть, и еще одна ошибка, которую люди допускают, они слишком, ну, часто устраивают себе слишком много и не пользуются этим кайфом. Понимаешь? Ну да. Вот, да. Вторая ошибка, когда человек не понимает, какое целительное свойство имеет стресс, как это полезно получается, и он пытается избежать. Так, все, 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 пошли лесом, я улетаю в Индию, все, квартиру продаю, от жены ухожу, работу бросаю, все, в Индии только ашрам, речка, сижу, все. Буквально через там фактически полгода-год его накроют точно так же, потому что у мозга не будет причины давать ему этот гормон. Получается, что человеку, потому что, ну, какая разница, что у нас тут ездят автомобили и компьютеры. Мы такие же, как мы были несколько лет тысяч назад, все время надо охотиться на саблезубого тигра. Мужчине, мужчине все время надо охотиться на саблезубого тигра. Ему это состояние стресса дает потом состояние вот этого кайфа, да. И женщине тоже надо выводить себя из зоны комфорта понемножечку. То есть, смотри, я понимаю, так долго говорила научно, чтобы сказать банальность. Научиться получать удовольствие от стресса, потому что делать то, чего ты боишься. Окей, спасибо, Алуника. У нас мало времени, но, как всегда, мы наполняем его максимально продуктивно. Спасибо за ваши ответы. Наполняйте свою жизнь стрессом. Я никогда не думала, что пожелаю вам этого, но получайте от жизни кайф. И от этого тоже. Всего хорошего.